Академия наук Загадки и сегодня полны тайнами. Отгадать их непросто, особенно те, которые датируются прошлым веком. По мнению ученых, они развивают образное мышление. Особенно у детей. Борис Климов уверен, сборники загадками пригодятся не только дома, но и в школе. Отгадывать их – одно удовольствие. Они, как метафоры, поэтичны и многогранны. Дом шумит, хозяева молчат. Пришли гости, хозяев забрали, дом в окошке ушел. Дом шумит – это водоем, вода. Хозяева молчат. Есть поговорка – молчат, как рыба. Пришли гости, рыбаки пришли на водоем. Хозяев забрали, поймали, вытащили на берег. Дом в окошке ушел. Это сеть. Ячая сети, как окошки маленькие. Сеть подняли, дом в окошке ушел. Мама Бориса за всю свою жизнь смогла собрать более трех тысяч русских загадок и свыше 500 загадок народов России. Хочет Борис уже в собственный сборник включить и чеченские загадки. С этой целью он сегодня и приехал в Чечню. За советом и поддержкой. Для меня это ее увлечение именно, как часть жизни моей. А так, чтобы помогали. Ну, наверное, даже хотя бы едешь в поезде, разговор коснется, когда этой темы или сам эту тему начнешь с соседями. Особенно наши расстояния большие, сибирские, российские. То это помогает поддерживать разговоры. Борис Климов рассказывает, мама еще при жизни успела выпустить несколько сборников. Последний из них датируется 1998 годом. С тех пор сын не забывает о последнем желании мамы выпустить обновленный и полный сборник загадок народов России. Левтина Бонадыкова, Султан Умаров и Даут Куруев. Новости.